Я кланяюсь всем истателям истины. Я говорю каждую ночь, и поэтому мой рот в таком состоянии я надеюсь, что вы меня извините. С самого начала нам нужно знать, что истина является тем, чем она является. Мы не можем изменить ее. Она не может быть силой навязана вам. Вы должны попросить ее. Если вы не хотите ее, то ее невозможно навязать вам. Но эти времена, те, которые мы называем временами последнего суда. Если вы хотите попасть в ад, вы можете идти туда. А если вы хотите идти в рай, то вы можете идти туда также. Это все ваше желание. Это чистое желание. Как вы видите здесь на диаграмме, в треугольной косточке священной косточке сакку. Вы имеете вы имеете вы имеете вы имеете силу для восхождения. Все из вас имеют ее. Она ваша собственная. Но это сила чистого желания. Я вижу многих людей, которые думают, что они очень хорошо, что они удовлетворены, что они счастливые люди, и они не беспокоятся о других. Так что мы должны прийти к пониманию, что мы должны обладать мудростью, понимать, что мы должны восходить. Все религии были для того, чтобы создать равновесие в вас. Но они стали ориентированными на деньги, а также на власть. Вот в чем состоит проблема, когда мы идем в какую-то религию, мы чувствуем себя столь разочарованными. Они должны были бы быть духовно ориентированными. Они должны были бы искать своего просветления. Но они не делали этого. Поэтому люди прибегали к тому, что вызывало то, что у них не было никакой веры в Бога. Но это антинаучно. Вы должны раскрыть свой разум, чтобы увидеть самим, есть ли Бог или нет. Только через просветление вы найдете, что Он есть, существует. что существует эта всепроникающая Божественная Сила, которую вы должны почувствовать на вашей центральной нервной системе. Время пришло для вас стать просветленными. Это через ваши собственные силы. Вы станете просветленными душами. Как сказал Христос, что вы должны родиться вновь. Но люди не обращают внимания на это. Поэтому мы находим, что даже если не следует какой-то религии, они сражаются друг с другом. Они не уважают друг с другом. Они не имеют понимания, что это антибожественная деятельность. чтобы впадать в силу и в деньги. Поэтому те, кто ищут истины, должны понимать, что за деньги вы не сможете достигнуть. Бог не понимает денег. Он не заботится о деньгах. И чтобы восходить, это является вашим правом. Почувствовать эту всепроникающую силу, это ваше право. И время пришло для вас получить ее. Время пришло для вас получить ее. Вы достигнете состояния вашей сущности таковой, что вы будете очень могущественными. Она будет динамичной и в то же время очень сострадательной. Если вы на самом деле ищите истину, тогда вы получите ее. Но предположим, что вы лицемер или невежественный человек. И также это не предназначено для слабоумных людей. Сейчас мы находимся на перекрестке. Существует так много проблем в каждой стране. Даже в вашей собственной стране. Чтобы преодолеть эти проблемы, вы должны преобразовать людей. До тех пор, пока они не изменят себя, они не смогут изменить эти проблемы. Эта преобразование, эта трансформация должна иметь место. Это определенно изменит весь мир. Это решит на индивидуальном уровне все ваши эмоциональные, физические, психологические проблемы. А также это будет благом для вас. Благом для вашей страны. И благом для всего мира. Время пришло. Вы должны понимать это. И если это будет работать, вы сами почувствуете эту всепроникающую силу божественной любви на кончиках ваших пальцев. В первый раз вы почувствуете это, и вы должны поверить, что есть эта сила. Если вы честны, то вы должны верить в это. Что происходит с вами, это наиболее интересная вещь. Прежде всего, вы становитесь миролюбивыми внутри вас. Вы видите все как драму. которую вы наблюдаете. Вы избавляетесь от ваших проблем. И вы можете видеть ваши проблемы. И тогда только вы можете их увидеть. Большинство из проблем возникает из-за того, что эти чакры беспокоятся. Потому что эти проблемы происходят из-за людей. Если вы каким-то образом узнаете, как решить проблему этих центров, вы сможете решить вашу проблему. И проблему других. Когда вы получаете ваше просветление, ваше внимание становится просветленным. И вы становитесь человеком без всякой похоти, без всякой жадности в вашем разуме. Вы на самом деле становитесь праведным. Автоматически. Никто не должен говорить вам, «Во, не делай этого». В свете Духа вы знаете, что неправильно. И тогда вы отказываетесь от того, что является разрушительным. Вы можете помогать другим, потому что вы обладаете силами поднимать кундалини. Вы можете узнать о себе, вы можете знать о других. Но самое главное, это то, что вы прыгаете в океан радости. Это означает, что вы в состоянии экстаза. Радость – это не подобно счастью или несчастью. Когда наш эго раздувается, мы чувствуем себя очень счастливыми. Но когда на него как бы давят, тогда мы чувствуем себя несчастливыми. Это две стороны одной и той же монеты. Но радость одна только лишь. Из всех вещей вы знаете одну лишь абсолютную истину на кончиках ваших пальцев. Если вы знаете истину, все из вас одну и ту же, то какие могут быть споры, какие могут быть дискуссии? Тогда нет ссор, нет войн, нет ничего. Так что время пришло войти в это Царство Божье. И Бог заботится о вас. Вы просто должны иметь связь. Эта связь есть йога. Которая очень спонтанна. И это все встроено в вас. Весь механизм. Вы должны просто раскрыть ваше сердце. И вы можете получить это. Это займет вряд ли 10, больше чем 10 минут. Но единственное, что я должна сказать, я не могу навязать вам это. Потому что я уважаю вашу свободу. Вы должны попросить этого. Это очень просто. Особенно в России. Те, которые не хотят получить этого, пожалуйста, покиньте этот зал. Как многие из вас пришли впервые. Пожалуйста, поднимите вашу руку. Ваши обе руки. Существует три условия. Существует три условия. Первое это что вы должны простить всех. Вы можете сказать, что это трудно. Но логически, если вы простите или не простите, что вы делаете? Но если вы не простите, вы играете на руку дурным вещам. Поэтому вы должны простить также, потому что в данный момент центр, здесь, Агья, является таким конститутом. Абдикай. Поэтому вы должны простить, потому что в этот момент этот центр Агья закрыт. И он не откроется до тех пор, пока вы не простите каждого. вы не должны думать о них, потому что это также головная боль. Второе условие состоит в том, что вы должны простить самих себя. вины. Вы вовсе не должны чувствовать никакой вины. Существует так много условностей, что я грешник, я сделал то правильного, то неправильного. Это просто лишь условности. это миф, потому что это произошло в прошлом, и его сейчас нет. Когда вы совершаете какую-то ошибку, вы должны ясно ее видеть в этот момент. Но если вы чувствуете вину, вы блокируете вашу левую вишутхи, там, где показала Шриматаджи, что дает вам спондилез, что дает вам ангину, а также литургические органы. Поэтому зачем судить себя? Ваш кундалини знает все о вас. Она ваша индивидуальная мать, и пусть она судит. Она хочет дать вам ваше второе рождение. Поэтому пожалуйста, не чувствуйте никакой вины. Треть условие состоит в том, что разуйтесь, снимите вашу обувь. Эта Мать-Земля помогает нам очень много. нога. Теперь, пожалуйста, расставьте на некоторое расстояние ступни ваших ног. Одна от другой. нога. Те, которые сидят на полу, они могут сидеть в тех же позах. Теперь, пожалуйста, протяните обе ваших ладони рук к Шриматаджи так, как она показывает. Сначала покажу вам, как дать питание вашим собственным центрам. левая рука представляет ваше желание. Поэтому держите левую ладонь вашей левой руки так, как показывает Шриматаджи на вашем колене. и используем правую руку для питания наших центров. Поэтому поместите правую руку на сердце. В сердце пребывает ваш дух который является отражением всемогущего Бога. Если вы становитесь в свете вашего духа, вы становитесь сами себе учителем. Поэтому пожалуйста поместите ладонь в верхней части вашей обдоми на левой стороне. правой руки в верхнюю часть живота под ребра. Мы будем работать только лишь по левой стороне. Это центр вашего мастерства, который был создан великими пророками. божественного знания. Теперь пожалуйста переместите вашу правую руку в нижнюю часть живота. Это центр чистого божественного знания. Теперь поднимите вашу правую руку в верхнюю часть живота, затем на ваше сердце, а затем на угол между вашей шеей и спиной и поверните вашу голову направо. Это центр, о котором я уже вам говорила, когда вы испытываете вину. правую руку на лоб и наклоните вперед вашу голову. Это центр прощения других. Не чувствуя любви, не чувствуя ошибок, не подсчитывая своих ошибок, не чувствуя вины, вы должны получить прощение у этой всепроникающей силы. Поэтому переместите правую руку на затылок и поднимите вашу голову вверх, насколько это возможно. Теперь для последнего центра распромите вашу ладонь. Поместите центр вашей ладони на область родничковой кости, которая была мягкой в вашем детстве. Теперь, пожалуйста, наклоните вперед вашу голову и медленно вращайте скальп. Вы должны как бы оттянуть ваши пальцы назад. И пожалуйста, двигайте скальп 7 раз медленно. Теперь, это все, что мы должны сделать. Пожалуйста, close your eyes and don't open them until I tell you. now, now have both feet apart from me, Siddhar. Left hand on your left lap and now put the right hand on on your heart. Please don't open your eyes until I tell you. Here you have to ask me a very fundamental question. you can call me mother or Shri Mataji. Please ask three times mother am I the spirit? it. I have already told you that when you become the spirit you become your guide your own master. So now please take your right hand in the upper portion of your abdomen. And here you have to ask another fundamental question mother am I my own master? Ask this question three times. I already told you that I respect your freedom. And I cannot force divine knowledge on you. And I cannot do you. So please take your right hand in the lower portion of your abdomen. here hand you have to ask six times. Please ask six times. Mother please give me pure divine knowledge. Пожалуйста, попросите шесть раз, Мать, пожалуйста, дай мне чистое Божественное Знание. Как только вы попросите чистого Божественного Знания, Кундалини начнет подниматься. Так что вы должны будете подпитать ваши Высшие Центры, оставаясь уверенным в себе. Так что теперь поднимите ладонь вашей правой руки в верхнюю часть вашего живота с левой стороны. И здесь вы должны сказать с полной уверенностью, Мать, я являюсь своим собственным учителем. Теперь, я уже вам сказала, что вы должны стать Духом. Вы не это тело, не этот разум, не эти эмоции. Не эти условности. Не это эго. Но вы есть чистый Дух. Поэтому сейчас поднимите вашу правую руку на сердце. И здесь вы должны сказать, Мать, я есть чистый Дух. Пожалуйста, скажите это двенадцать раз. Эта Божественная Всепроникающая Сила является источником Знания. Она является источником Блаженства. И прежде всего, она является океаном прощения. Какие бы ошибки вы ни совершили, могут быть полностью растворены в этом океане прощения. Так что, пожалуйста, простите себя. Поднимите вашу правую руку на область шеи, там, где шея соединяется с плечом, и поверните вашу голову направо. Здесь вы должны сказать шестнадцать раз с полной уверенностью, Мать, я вовсе ни в чем не виноват. Я уже вам сказал, что если вы прощаете или не прощаете, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, вы тогда играете на руку дурным вещам и мучаете себя. Особенно в это время. Очень важно прощать. Так, чтобы этот центр Агья открывался. Иначе, кундалини не пройдет через него. Фактически, вы мучаете себя, не прощая, и в этот великий момент для вас вы можете упустить этот случай. Поэтому, пожалуйста, простите. Положите вашу правую ладонь на лоб и наклоните голову вниз. Здесь также вы должны сказать с полной уверенностью, не имеет значения, сколько раз, но с полной уверенностью. Мать, я прощаю всех. Без чувства вины, без подсчитывания своих ошибок, просто для вашего удовлетворения. Вы должны попросить прощения у этой божественной всепроникающей силы. Поэтому, пожалуйста, поместите ладонь вашей правой руки на затылок и поднимите лицо вверх. Здесь вы должны сказать, о божественная сила, если я совершил какие-то ошибки, прости меня, пожалуйста. Скажите это от вашего сердца. Не важно, сколько раз. Теперь последний центр, который очень важен. Поместите центр вашей ладони на верхушку родничковой кости. И оттяните назад ваши пальцы. Здесь снова-таки я не могу навязать вам самореализацию. Вы должны попросить ее. Поэтому наклоните вашу голову вперед. Оттяните назад ваши пальцы. И двигайте твой скальп. Плотно, семь раз. И говорите, Мать, пожалуйста, дайте мне самореализацию. И медленно вращайте ваш скальп семь раз, говоря, Мать, пожалуйста, дай мне мою самореализацию. Дай мне мою самореализацию. Теперь опустите вниз ваши руки на колени. Пожалуйста, откройте ваши глаза. Поднимите обе ваши руки таким образом, как показывает Шримададжи. И наблюдайте за мной так, как показывает Шримададжи, не поднимая рук вверх. Теперь, пожалуйста, направьте вашу правую руку ко мне таким образом. И наклоните вашу голову. И почувствуйте вашей рукой, если прохладный ветерок. Или горячий ветерок, над верхушкой вашей головы. Пожалуйста, наклоните вперед вашу голову. Посмотрите сами. Он может быть горячим, может быть прохладным. Теперь, пожалуйста, направьте левую руку. Направьте ко мне. Наклоните вашу голову. И посмотрите сами. Убедитесь в вашей правой руке, исходит ли прохладный или горячий поток из вашей головы. Если он горячий, то это значит, что вы не простили. Поэтому, пожалуйста, простите. Простите каждого. Теперь направьте вашу правую руку ко мне. И посмотрите левой рукой. Если прохладный ветерок, исходящий из области вашей родничковой кости. Некоторые могут почувствовать это дальше, некоторые могут почувствовать это ближе. Теперь, пожалуйста, направьте обе ваши руки к небу, как показывает Шриматаджи. И направляйте вашу голову. Спросите один из вопросов три раза. Мать, первая из них, Мать, это прохладный ветерок Святого Духа? Спросите три раза. Или же, Мать, это всепроникающая сила Божественной Любви? Или, Мать, это Парамчайтанья? Задайте любой из этих трех вопросов три раза. Теперь опустите ваши руки. Поднимите, пожалуйста, обе ваши руки, как показывает Шриматаджи, по направлению к ней. И не думайте. Если there is cool or hot breeze coming on your fingertips, or in the palm, or out of the fontanelle bone area, please raise both your hands. Если исходит прохладный или горячий ветерок из кончика вашей пальцы, с вашей ладони или области родничковой кости, пожалуйста, поднимите обе ваши руки вверх. Я кланяю всем вам, все новые люди также получили их реализацию. Ваша святая жизнь началась. Но это не индивидуальный процесс. Это коллективный процесс. И вы должны прийти в ваши центры для того, чтобы расти. Чтобы узнать все об этом. В течение одного месяца вы станете мастерами. Вы должны уважать вашу самореализацию. Пожалуйста, Бог благословит вас Бог. Поэтому сегодня мои голоса, все будет хорошо, я надеюсь, что я буду знать. И так, как многие из вас едут в Ленинград? И так, как многие из вас едут в Ленинград? О, Мама! О, очень хорошо! Доктор Воренов, он очень любезно выступил перед вами. Он хочет выступить? перед вами.